О развитии Сарыбулакского сельского округа в Кордайском районе рассказал его глава Бактияр Абенов на площадке региональной службы коммуникации. Подробнее в сюжете. В состав Сарыбулакского сельского округа входит два села. Проживает 7 860 человек. В округе зарегистрировано 252 субъекта малого и среднего бизнеса. Общая площадь земель по округу составляет 27 967 гектаров. По состоянию на прошлый год в округе насчитывается более 4 500 голов крупного рогатого скота. О проделываемой работе рассказал глава округа Бактияр Абенов. В сельском округе в 2023 году было засеяно 3437 гектаров озимой пшеницы. Урожайность составила 6 центнеров с гектара. На площади 2669 гектар было засеяно гирового ячменя по 6 центнеров с гектара. Также засеяно кукуруза на 1229 гектарах, картофель на 17 гектарах, овощи на 280 гектарах и многолетние травы на 3790 гектаров. На сегодняшний день работы по прокладке водопроводов в Сарыбулакском сельском округе завершены на 90%. Длина строительства в селе Сарыбулак составляет 21,8 километра. Сметная стоимость 827,9 миллиона тенге. Заключен договор на 722 миллиона тенге. В мае текущего года в селе Кайнар полностью завершены работы по прокладке питьевого водопровода. В дальнейшем планируется прокладка абонентского трубопровода. В селе Сарыбулак и Кайнар проведены работы по техническому обслуживанию освещений улиц Абая, Ушконыр, Шанрак, Гагарина, Кунаева. Заменены лампы. В селе Сарыбулак проведен средний ремонт улиц Кумисбулак и Гагарина, в селе Кайнар по улице Достык. Также обратившимся за адресной социальной помощью нового формата оказана социальная помощь 38 семьям, в том числе 215 человек на сумму 24 миллиона 154 тысячи семь тенге. В 2023 году в связи с обрушением дома из-за воздействия газа был проведен капитальный ремонт. Кроме того, по итогам 2023 года активными гражданами сельского округа оказана благотворительная помощь малообеспеченным семьям на сумму 1,3 миллиона тенге. По программе краткосрочное профессиональное обучение в 2023 году прошел один человек, а по программе молодежная практика 15 граждан. В начале года по различным чрезвычайным ситуациям сельскими жителями были проведены сходы, создан штаб, утверждены планы мероприятий. С владельцами пяти крестьянских хозяйств заключены меморандумы по предупреждению различных чрезвычайных ситуаций. Сформирована группа добровольцев из 12 человек. Валихан Толгатов, Голомжан Ясинбаев, Айкон Акпарат.